Это программа «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. В сегодняшней программе будет всего одна история, но зато какая? Уникальная. Могу предположить, что многие из вас познакомятся с ней впервые. Это история про то, как германские нацисты внезапно и коварно захватили канадский город Виннипек. Это малоизвестная страница в истории Второй мировой войны. Вы когда-нибудь слышали о том, как немецкие войска вторглись на территорию Канады и всего за 4 часа оккупировали крупный город Виннипек? Полмиллиона его жителей были повергнуты в шок и трепет небольшой армейской группой захватчиков численностью около 3 тысяч человек. Причем следует учитывать то, что Виннипек, столица провинции Манитоба, расположен вдали от океанских побережий, в двух тысячах километрах от Атлантики и Тихого океана. Он, можно сказать, сердце канадского Среднего Запада. Виннипек – первый город в Северной Америке, который пал жертвой германского Блицкрига. Что же это за безумная спецоперация такая была у Вермахта вдали от своих баз и коммуникаций? И вообще, зачем Германии понадобилось захватывать город посреди Канады? Пусть даже и крупный транспортный узел. Это же глупо, нерационально и совершенно невозможно, скажете вы. Еще как возможно. Германское вторжение случилось 19 февраля 1942 года. Как было заведено у нацистов, произошло это вероломно и внезапно. Ровно в 5.30 утра. Без объявления о нападении. Отчего его объявлять, если война полыхала по всему миру вот уже 3,5 года и Канада была врагом Третьего Рейха? Сладко спящие жители мирного Виннипега были разбужены жутким воем сирен в воздушной тревоге. Радио и уличные громкоговорители передали приказ командования канадских сил обороны применить и сохранять светомаскировку. В небе появились германские самолеты и обрушили на городские кварталы авиабомбы. По ним открыли огонь канадские зенитные орудия, расположенные на крышах зданий, и крупнокалиберные пулеметы, установленные на 30 автомобильных платформах. Через несколько минут после завершения авианалета наземные части противника атаковали позиции канадской армии. Основные магистрали и дорожные развязки удерживали легкие танки 18-го Манитопского бронеавтомобильного полка. Закаленные в боях солдаты вермахта быстро смяли оборону растерянных и немногочисленных канадцев. Отступая, те были вынуждены взрывать за собой мосты. Но это лишь незначительно задержало захватчиков. Они стремительно продвигались к центру Виннипега. Защитников города оттеснили к зданию мэрии и взяли в кольцо. Взрывы, грохот, канонады, треск пулеметных очередей и одиночная стрельба стихли в 9.30 утра. Оборона Виннипега длилась всего 4 часа и завершилась полнейшим разгромом канадцев. Они капитулировали. В честь своей молниеносной победы гитлеровцы устроили военный парад. По одной из центральных улиц города, Портретш-авеню, проехала гусеничная техника с крестами на броне. А за ней бодрым маршем прошли пехотинцы. Германские захватчики арестовали премьер-министра провинции Манитоба Джона Брекина и членов его кабинета. В лагерь для интернированных также были отправлены вице-губернатор Макуильямс, мэр города Джон Куин и даже посол Норвегии в Соединенных Штатах Америки Вильгельм де Моргерштерн, который очень не кстати гостил в Канаде. Флаг Великобритании Юнионджек над фортом Гарри был спущен и заменен на знамя со свастикой. Манитоба была объявлена германской провинцией. Город Виннипег переименован в Гиммлерштадт, а его главная улица Мэйн стала называться Гитлерштрассе. Канадские доллары заменили на оккупационные рейхсмарки. Газету Виннипег Трибюн новые власти с хорошей долей иронии переименовали в Дас Виннипега Люгенблад, что означает виннипегский листок лжи. Вышел номер обновленной газеты с первой страницы на немецком языке, другие полосы были набиты материалом на плохом английском. Публикация пестрила грубым армейским юмором. Главная статья называлась «Великий день для Манитобы». Ее автор превозносил германского фюрера и предупреждал, что солдаты рейха вежливы, добры и терпимы, но их терпение быстро истощается. Также газета сообщала, что непонимание местным населением их собственного счастья очень нервирует новую немецкую администрацию и обещала научить граждан правильному пониманию, правильному пониманию реальности. Ну, дескать, бывший премьер Манитобы и мэр Виннипега уже проходят усиленное переобучение в концлагере. А еще оккупанты напали на распространителя газеты «Виннипег Фри Пресс», конфисковали и уничтожили ее тираж. Причем сделали это в своей мерзкой традиции – сожгли на костре. Более того, из библиотек и школ выбрасывались книги и тоже сжигались на улицах города. На одной из фотографий, дошедших до нашего времени, видно, с каким нескрываемым удовольствием эти варвары веселятся у входа в публичную библиотеку. А из ее дверей выходит солдат со стопкой вредоносных книг, выбранных для уничтожения. Сами же вандалы объясняли свое дикое поведение тем, что в чертовой Канаде было слишком холодно – минус 8 градусов. И поэтому они просто грелись у костра. Захватчики ограбили полицейский участок. Из магазина по соседству с полицией вынесли несколько десятков бизонних шкур. Тоже, видать, исключительно для обогрева своих замерзших тел. И при этом ни один полицейский не заступился за святую частную собственность. Нацисты заполонили улицы города, стали притеснять и запугивать мирное население. Германские вояки вели себя нагло и развязно. В городе началось мародерство. Бравые солдаты стали врываться в дома жителей и выносить оттуда понравившиеся вещи. Магазины, особенно продуктовые, тоже испытали на себе нашествие европейских цивилизаторов. В одной школе арестовали директора и вместо него назначили управляющего, лояльного к новому режиму. А для канадских детишек провели урок на тему «Нацистская правда». Также немцы арестовали нескольких священнослужителей и отправили их в концлагерь. На канале канадской радиовещательной корпорации началась трансляция программы «Свастика над Канадой», в которой гремели военные марши и транслировались речи Гитлера. Германские солдаты останавливали автобусы и обыскивали пассажиров. А один отряд нацистов ворвался в ресторан «Грейт Уэйст Лайф» и вышвырнул оттуда всех посетителей. В приподнятом настроении солдаты съели еду, которая была на столах, а что не смогли съесть, то унесли с собой. Об оплате, конечно же, не могло быть никакой речи. По всему Виннипегу, простите, по Гиммлерштадту, были разбросаны листовки и развешаны прокламации с новыми правилами поведения горожан. Новый германский порядок состоял из десяти пунктов. Первый. Эта территория в настоящее время является частью Великого Рейха под юрисдикцией гауляйтера полковника Эриха фон Нейренберга. Второе. Запрещается появление гражданских лиц на улицах города с 9.30 вечера до рассвета. Третье. Запрещается скопление более восьми человек в одном месте. Четвертое. Каждый домохозяин должен предоставить достаточное место для размещения пятерых солдат. Пятое. Все военные и полувоенные организации распускаются. Женские объединения, бойскауты и другие молодежные организации разрешаются только под контролем гауляйтера. Шестое. Все владельцы автомобилей, грузовиков и автобусов должны зарегистрироваться в комендатуре и получить пропуск на машину. Седьмое. Каждый фермер должен немедленно проинформировать комендатуру обо всех запасах зерна и скота. Восьмое. Все национальные эмблемы, на которых нет свастики, должны быть немедленно уничтожены. Девятое. Каждому жителю города будет предоставлена регистрационная карта. Еду и одежду можно приобрести только при предъявлении этой карты. Десятое. Следующее преступление караются смертью без суда и следствия. А. Попытка организовать сопротивление оккупационной армии. Б. Въезд в провинцию или выезд из нее без разрешения. С. Сокрытие наличия товаров и запасов. И. Д. Хранение огнестрельного оружия. Еще раз акцентирую ваше внимание. Последние четыре пункта карались смертью без суда и следствия. И что ведь удивительно. Заметьте, после позорной капитуляции никто из канадцев даже не попытался сопротивляться. Никакого партизанского движения. Никаких диверсий, выстрелов из-за угла и подрывов гауляйтера. И никакого саботажа. Сплошная покорность. Никто даже в спину захватчикам не плюнул. Хотя, возможно, какой-нибудь герой и плюнул в чашку с кофе в темном углу кафе. Это вполне может быть. А вот в спину оккупанту на людной улице никто не рискнул. Вот так-то. Ну и как вам все это нравится? Очень хочется спросить. Что вы думаете обо всем услышанном и увиденном? Так вот, спустя ровно 12 часов после начала боевых действий в 17.30 оккупация Виннипега закончилась. На самом деле никакой оккупации не было. Это была детально продуманная и идеально исполненная акция канадских властей. Фальшивое вторжение было постановочным, чтобы граждане поняли простую истину. Кто не хочет содержать свою армию, тот будет содержать чужую. В течение 12 часов люди должны были прочувствовать на себе ужас войны. Пусть даже бутафорской войны, но хоть отдаленно напоминающей реальность. Фактически это мероприятие представляло из себя крупнейшее военное учение в большом городе, но только с одним огромным нюансом. О том, что это мистификация, многие мирные жители не знали. За пару дней до этого в местной прессе и на радио было размещено объявление предупреждения о грядущей инсценировке. И тот, кто его прочел или услышал, тот не сильно испугался взрывов и липовых захватчиков. Но большинство жителей Виннипега восприняли вторжение за чистую монету. В крупномасштабной постановке принимали участие порядка 3,5 тысяч человек из местных армейских частей и ветеранских организаций. Добровольцы молодежной организации Young Men's Board of Trade, переодетые в германскую форму, доставленную из Голливуда, изображали нацистов. Некоторые из них нарисовали на своих лицах жуткие сабельные шрамы для того, чтобы выглядеть еще более злобными. Самолеты действительно курсировали над городом, но бомбы, конечно же, никто не сбрасывал. В безопасных местах были заложены мощные взрыв-пакеты и по сигналу невидимого режиссера специальные команды саперов приводили их в действие. По летающим самолетам в самом деле велась пальба, но только холостыми выстрелами. Кстати, все остальные перестрелки тоже производились холостыми патронами и снарядами. Подобные гигантские хлопушки срабатывали и на мостах, имитируя подрыв, ну при якобы отступлении канадских войск. Для этого пиротехнические заряды с большим количеством угольной пыли были помещены под переправами. Затем они взрывались и в комплекте с густым черным дымом из дымогенераторов создавали полную иллюзию наступившей войны. Британские бронетранспортеры Брэйн Карриер с успехом сыграли роль немецких танкеток. Глядя на них, служившие в армии мужчины, может быть, и заподозрили подвох, но для рядовых обывателей и особенно женщин устроенный спектакль прошел с неподдельным ужасом и искренним испугом. Ну и последний факт об уникальной постановке. О сожженных книгах не волнуйтесь. Ни одно ценное сочинение на самом деле не пострадало. Все уничтоженные издания были заранее отобраны для сжигания как ветхие или поврежденное. Грандиозная акция называлась If Day, что дословно означает «день если». Но по смыслу больше подходит выражение «если однажды». Вот как у нас когда-то, если завтра война. Уникальное действие под названием If Day, не имевшее аналогов в мире по своему масштабу, было продумано до мелочей. При том, что нацисты, ну якобы нацисты, плотно сталкивались с гражданским населением и вели себя весьма дерзко, только одна женщина от испуга порезала палец, когда на ее кухне внезапно погас свет. Ей была оказана необходимая помощь. И еще один немец подвернул ногу. Больше пострадавших не было, ну если только не читать постановочные крики и стоны актеров, замотанных в перепачканной красной краской бинты. Ах да, был правда один отвратительный негатив. У этого мероприятия имелась малоприятная особенность, о которой толерантные канадцы и американцы старались и до сих пор стараются не вспоминать. Когда актеры в германской форме шли по улицам, к ним подбегали местные жители и предлагали отвезти нацистов в дома, где живут евреи. И это были не единичные случаи. Когда инсценировка закончилась, все награбленное и конфискованное вернули законным владельцам. Издательству возместили ущерб за уничтоженный тираж газеты, а ресторану выплатили компенсацию. У вас наверняка назрел самый главный вопрос. Зачем был нужен весь этот дорогостоящий и опасный военный спектакль? Во-первых, для того, чтобы создать атмосферу, близкую к Европе тех дней, дать почувствовать людям, что такое нацизм. Канадцы ведь в 1942 году не в полной мере понимали и не ощущали, что происходит сейчас на другом континенте. И не очень-то хотели помогать воюющим европейским союзникам. И вот из этого вытекает во-вторых, и оно же главное, вторжение и его последующее массированное освещение в канадской прессе было организовано силами общества «Большой Виннипекский военный заем», которым руководил видный бизнесмен Джон Перрен. После проведенной операции количество проданных облигаций резко возросло. Бюджет инсценировки «Ивдэй» составил около 3000 долларов. А на следующий день после спектакля жители Виннипега купили облигации военного займа на 3 миллиона 200 тысяч долларов. Видать, очень прониклись граждане увиденным и пережитым. Всего в Канаде акция собрала более 2 миллиардов. Это была самая результативная рекламная кампания в стране. Невероятно реалистичная оккупация Виннипега закончилась вечером того же дня общим парадом всех участников. И захватчиков, и защитников города. Они маршировали под громкие лозунги и несли плакаты. «Покупайте облигации для победы», потому что это не должно произойти здесь. Это была программа «Невредные заметки» через журнал интересных, удивительных и познавательных историй. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok